Очередной прикол, Никол. Страна форпост Армения, за последние 100 своего создания России не может похвастаться своими адекватными и общенациональными лидерами нации. А последние два лидера Армении, вовсе одна умора и клоунада со своими прикольными и несуразными выходками и заявлениями. Если Сержа Саргсяна за его неадекватные выходки и действиями сами же армяне прозвали Чебурашкой Сержиком, то нынешнего лидера Армянской республики Никола Пашиняна прозвали намного большими кличками. То он Силфист, Перевертыш, Гирмемеш, Рюкзак, Недоучка, Асфальтауклочек и многими другими несерьезными прикольными прозвищами. Но одно ясно то, что Чебурашка Сержик хоть и был клоуном и Шутом Гороховым, но по сравнению с нынешним Пашиняном был намного серьезной личностью. У этого рюкзак Пашиняна столько ляпов и приколов, что пора про его эти приколы и ляпы в политике и экономике хоть книгу писать. Мягкий знак. Ну что сказать Пашинян, сегодня с уразными и неадекватными заявлениями стал посмящищем и приколом как в Армении, так и среди руководителей стран СНГ, которого не воспринимают как серьезного и адекватного политика и лидера страны. Хоть и форпоста, но формального лидера Армении. А все из-за того, что он воспринимается как человека с улицы. Вот и недавно он опять сделал свой очередной ляп, заявив 6 января в Фейсбуке армянскому народу очередную порцию лжи и бреда, что Армения обогнала по ВВП на душу население не только Грузию, но и ненавистную армянам Азербайджан. Правда потом исправил свой очередной ляп и заявил, что Азербайджан мы армяне обгоним в следующем 2020 году. А до этого прошла информация, что Пашинян поздравил Трампа с уничтожением террориста Касима Сулеймани, но потом пришло опровержение в этом фейке. Но автором которого был армянский сайт. Но есть мнение того, что был такой разговор о близком окружении Пашиняна. И даже был звонок Пашиняна в Помпея. И здесь, как говорится, нет дыма, без огня. Но отложим его в сторону многочисленные ляпы и приколы Пашиняна, а выслушаем мнение в статье армянского журналиста из газеты Armenian Report, Тива Саршекина. Вот что он пишет про Пашиняна и его очередной ляп. Показатель ВВП на душу населения по большей части отражает именно состояние экономики относительно количества населения, но не говорит об абсолютном благополучии жителей страны. Догнать и перегнать Америку. И неважно, в количестве ли ракет, производстве мяса на душу населения, или в уровне жизни населения главное догнать и даже перегнать хоть и в чем-то. Этот любимый советскими вождями лозунг 50-60-х годов, который так и остался пропагандистским, взят на вооружение и у Саври. Менной Армении, где бархатные власти из кожи вон лезут ради того, чтобы показать населению и миру свою эффективность. Правда, сей рвение раз за разом играет и с ними злую шутку. Так произошло и на сей раз. Так, 6 января премьер-министр Никол Пашинян оставил запись на своей странице в Facebook о региональном лидерстве Армении по показателю ВВП на душу населения по итогам 2019 года, ссылаясь на публикацию на официальном сайте Международного валютного фонда МВФ. Мол, в 2019 году Армения по показателям ВВП на душу населения обогнала Грузию и Азербайджан. Правда, вскоре Пашиняно доложили, что он немного ошибся, то есть, забежал впереди телеги, спутав отчета с прогнозом. А потому премьер поспешил извиниться и отредактировать свою запись, из которой теперь выходило, что в 2019 году Армения обогнала лишь Грузию, а вот а в 2020 году, наконец, обгонит и ненавистный Азербайджан. Наша редакция, конечно, не состоит сплошь из экономистов, но даже мы понимаем, что формула для расчета ВВП на душу населения очень простая, общий ВВП населения страны. То есть, если население в Армении меньше, чем в Грузии и Азербайджане, а оно действительно меньше, то, соответственно, даже при нём. Ольшом росте экономических показателей рейтинги могут быть и в пользу нашей страны. Иными словами, показатель ВВП на душу населения по большей части отражает именно состояние экономики относительно количества населения, но не говорит об абсолютном благополучии жителей страны. И в нашем случае мы видим именно это за прошедшие полтора года в Армении продолжает иметь место убыль населения, и чем больше людей будет уезжать из страны, тем выше будет показатель ВВП на душу населения. Ведь даже по сравнению с Грузией мы имеем довольно большой разрыв по уровню социально-экономического развития. Конечно, плох тот политик, который не мечтает о благополучии своей страны и народа. Но премьер-министру страны не подобает публично выдавать желаемое за действительное и так позориться пере. Да всеми нами сначала писать о том, что Армения по итогам 2019 года обогнала Грузию и Азербайджан, а затем корректировать свою запись в соцсетях. Может быть, в душе Никол Пашиняна мечтает вывести Армению в региональные лидеры, но пока какого-либо ощутимого эффекта от его мечтаний мы на себе не наблю. Да ем, жизни в стране не стало лучше, может быть, на первых порах после бархатной революции она и стала чуть интереснее на фоне разворачивавшихся на наших глазах событий во внутриполитической кухне, но сытнее и комфортнее она точно не стала. А если и стала, то лишь для тех, кто уселся в комфортные кресла и на хлебные места. Подавляющее же большинство населения живет почти так же, как жило при прежней власти. Люди не находят себя в Армении, не видят тут для себя и своих детей достойного будущего, а потому вынуждены покидать страну. В таких условиях не мудрено, что по ВВП на душу население Армения опередила Грузию, а в 2020 году догонит и перегонит Азербайджан. Ведь население то становится все меньше. Чему же тут радуется господин премьер-министр? Это слова армянского журналиста из Армениан Репорт Тиваса Ашакена. Также добавлю то, что армяне в своей стране себя считают самыми «древними», «великими» и «умными». Хотя нынешнее положение в экономике, политике, демографии и миграции и ее почти изолированность говорит нам об обратном. Если армяне такие самые-самые умные, то почему их страна такая бедная, нищая и вечно клянчущая, которая побирается по всему миру? А эти вопросы к армянам насчет почему я задам в следующем моем ролике. Также выпрашивая не только деньги многострадальцам и скитальцам со всего мира, а также столетние вымаливания в признании так называемого геноцида. Также факта в том, что наши древние, великие и умные армяне, как 70 лет в СССР были дотационной республикой. Так и сейчас, а в последние 30 лет так называемой их независимости еще больше погрузились в нищету, бедность, увеличение долга армянского государства. А то, что говорит Пашинян, то это в основном ложь и бред сивой кобылы. И не более. И тому доказательства и статьи армянского журналиста. Хотя ясно и то, что каждый народ, достоин своего правителя, а какой он у армян, видно невооруженным глазом. Одним словом, стране Армении нужны герои и лидеры, а рождаются такие неадекватные и смешные клоуны, как рюкзак Пашинины. Которые как обезьяны смотрят в зеркало и смеются над своим отражением. Но думают, что в отражении видят не себя, а нас азербайджанцев. Ну что вам сказать и посоветовать армянам. Есть у нас такое выражение. Пусть Аллах даст вам шафа. То есть выздоровление. Аминь. Автор Габель Мерзуев.